В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Начнем с подробностей вчерашнего обрушения на торговой 20. Жителей полуразрушенного дома расселили в отеле, часть людей попросились к родственникам. Под завалами оказались 8 квартир. Как сообщили в мэрии, все затраты взяла на себя компания-застройщик, из-за которой произошла авария. Но о суммах компенсации говорить пока рано. Изучал последствия инцидента Константин Гречаны. Домопад в Одессе продолжается. На этот раз обвалилось здание по адресу улица Торговая 20. Жители услышали страшный треск в своих квартирах, поэтому, к счастью, успели покинуть жилища до обвала части здания. Всего в доме был зарегистрирован 41 человек, а фактически проживали 44. Из них 35 человек отселили в отеле. Остальные пока находятся у знакомых или родственников. Жители, рухнувшего дома, ожидают результаты экспертизы, чтобы понимать, кто виноват и что делать дальше. Сколько ждать вердикт экспертов, тоже неясно. 35 мы отселили в отеле «Винтаж» и в отеле «Одесский дворик». Остальные жители, жившие в этом доме, находятся сейчас у знакомых либо родственников. В отеле отселяться отказались. Полностью все расходы по гостинице взяла на себя компания «Застровщик». Со всеми есть связь, со всеми мы поддерживаем связь. И эти люди будут находиться в отелях до тех пор, пока мы не получим результат экспертизы. Полиция проводит расследование случившегося. К этому часу удалось установить, что стена четырехэтажного старинного здания рухнула из-за проведения по соседству работ. На месте советских бань готовится площадка для строительства будущего торгового центра. Как поведомили и креативники, и эксперты, и граждане. Эксперты дадут нам всю необходимую информацию, для того, чтобы чей-то квалифицировать деньги. На месте также был выявлен экскаватор. Экскаватор был открыт, водя не был. Но на данный час мы установим, что это была за особа, которая на нем здействовала соответствующие работы, подвышенные небезпеки. И куда она поделась, с места выпадки. Как только началось строительство, жители ветхого дома заметили появление трещин в стенах. Они обратились в ЖКС и Приморскую администрацию. Однако должной реакции со стороны коммунальщиков не последовало. Везде обращались, прописали, везде. Вон, забили эти вот железки, забили и поставили номера. Изначально осенью, когда все это началось, приходили представители фирмы, потому что мы начали бастовать как бы насчет этого разрушения. И они пришли и сказали, не переживайте. Все дома взяты на контроль, вбивали вот эти вот штыри, чтобы все мерить. Все, значит, не переживайте, все будет хорошо. Вот так все, есть три дома под контроль? Да, ну опять-таки же, вот один дом взяли, второй дом под охрану и третий дом. Наш дом вот внутри двора его не взяли, ему более ста лет. Мы начали, как говорится, начали просить, чтобы нас застраховали. Все страховые отказались, потому что дома более ста лет. После встречи с представителями власти и представителями застройщика, вот нас собирают сведения о том, что пострадало, какие помещения, какой ущерб нанесен, наши пожелания, что мы хотим. Ну, мы хотим, конечно, попасть как-то в домах все-таки, может быть, что-то удастся еще спасти, что-то поискать. Ну, пока вот такие вот предположения. Плюс еще мы задавали вопросы о том, будет ли восстановлен наш дом, или его будут сносить, или как все это будет происходить. Пока они на этот вопрос ответить не могут, потому что должна быть экспертиза состояния дома. Возможно ли вообще восстановление, или как будут делать. Вот такая ситуация. Сейчас на месте обвала продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы и готовятся к демонтажу стены и крыши здания. Жители дома, в свою очередь, собирают данные о потерянной живоплощади и имуществе. Ведь пока непонятно, кто и как им будет компенсировать убытки. Константин Гречаны, Алексей Прокопенко, телекомпания «Репортер». И наконец, положительная коронавирусная статистика. После тревожных выходных, когда от осложнений COVID-19 умерли 5 человек, в Одесской области рекордное количество людей, которые победили болезнь. За сутки зафиксировали 17 выздоровлений. В целом же отрицательный результат повторного ПЦР-теста получили 79 жителей области. Правда, новых случаев инфицирования все еще больше, чем тех, кто выздоровел. За день COVID-19 диагностировали у 20 человек, из них 7 медики. Сейчас на стационаре в Одесской инфекционке находится 37 пациентов. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких они не нуждаются. С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 784 жителей региона. В Одессе восстановили работу коммунальных стоматологических поликлиник, а также проведение неотложной госпитализации и плановых операций. Правда, без ограничений все равно не обойтись. В медучреждениях обеспечивают антивирусные меры. Посетителям измеряют температуру. Врачи используют защитные маски, перчатки и антисептики. Пациентов теперь госпитализируют и проводят операции как и до карантина, но предварительно обследуют на COVID-19 методом ПЦР. Результаты анализов такие больные вынуждены ожидать на самоизоляции. В то же время одесситов просят не злоупотреблять новыми возможностями и обращаться к стоматологу только в случае крайней необходимости. А при наличии симптомов респираторной инфекции просят не ехать в больницу, оставаться дома и звонить своему семейному врачу. И снова недовольство вариантом образования объединенных громад в Одесской области, которые разработали обл. администрация и правительство. Сегодня на проспекте Шевченко митинговали жители Болградского, Саратского и Беляевского районов. Люди против нового плана объединения. Несколько месяцев назад казалось, что все стороны процесса пришли к компромиссу. Но 14 мая областная власть отправила в Киев письмо, где регион поделили на громады по-другому. Правительство уже готово принимать решения по созданию новых административно-территориальных единиц, но на местах категорически против. Виталий Хеми продолжит. Письмо раздора. Руководство обл. администрации, не посоветовавшись с главами сел и районов в Одесской области, отправило новый перспективный план деления региона на громады на согласование в Кабмин. 14 мая документ ушел в Министерство регионального развития, поскольку близится дедлайн. Против плана митинговали жители нескольких южных районов. Например, финансово-благополучному селу Зыря не дают стать полноценной АТГ, а присоединяют к Сарате. Работа проведена не до конца профессионально. Это говорит о том, что этой работой занимались люди, которые не являются жителями Одесской области. А сегодня таковы являются как главы администрации, так и люди, которые отвечали за эту реформу децентрализации. Что касается сегодня села Зарье. Вы знаете, в законе прописано, что громадой может быть одно село, то есть не одно и более сел. Мы ухватились за эту идею. Многие проезжают села Заря, прекрасно понимают, что и видят, село динамично развивается. Второй день возмущаются жители Беляевского района. Непонятно, по каким критериям теплодар присоединяют к маякам, а успешную недавно созданную Ясскую громаду добавляют к Беляевке. Жители многонационального Болградского района выступают против создания сразу пяти громад. Митингующие требовали сохранить район, в котором немало состоятельных сел. Принудительное разделение или поглощение неуместно. Это единственный вопрос, который у нас полный единодушие, стопроцентное единомнение о сохранении Болградского района как целостно административную территориальную единицу. И мы на пальцы, наверное, не хватит, сколько перечистить, сколько, начиная с 2015 года, мы решения сессии, обращения, сходы села, сходы общественности всего района направляли в администрацию президента предыдущей власти, в кабинет министра, в Верховную раду, в облгособлосы, везде. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Процесс создания перспективного плана курирует первый зам Вячеслав Овечкин. Но к людям вышел объясняться директор экономического департамента Дмитрий Радулов. И, согласно данной методике, не может сельский совет оставаться один, не выдерживая формата объединения с кем-либо. И именно это, ой, именно это сегодня является камнем преткновения. Это то, что данный сельский совет не может остаться одним. Но Зарянский сельский совет, жители, наверное, села Заря, очень сильно хотят этого. Но, к сожалению, сегодня это нарушение методики. Методика правительства не догма, говорят в Ассоциации городов Украины. Закон на стороне сел, которые изъявили желание самостоятельно формировать громаду. Это письмо, оно кроме как возмущения, кроме как раздражения у экспертов, возмущения у представителей органов местного самоуправления, ничего вызвать не может. И это может приводить к митингам, к конфликтам. Извините, завтра еще решат они дорогу перекрыть какого-нибудь национального значения. Это все категорически не государственный подход. Иногда у меня впечатление складывается, когда обл. администрация по 10 раз за месяц меняла планы, что это просто, ну вот пришли к человеку, который это рисует, какие-то люди. Говорят, давай так. Ну давайте. Новый спорный план от обл. администрации собираются рассмотреть уже в эту среду на заседании Кабмина. Напряжение в районах снять пока не удалось. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Одесская мэрия грозится урегулировать ситуацию с торговлей на побережье. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании с полкома. Некоторые нерадивые бизнесмены устанавливают свои торговые точки вместо входа к гражданам, не имея на это разрешительных документов. Проблема существует уже не первый год, но когда ее удастся комплексно решить, чиновники мэрии не знают. Якобы виной всему масса юридических тонкостей. Все незаконные сооружения, которые находятся на побережье, будут демонтированы. Да, действительно, на это нужно время, потому что что-то сделать можно незаконно за один день, а нам, к сожалению, для наведения порядка нужно пройти всю процедуру согласно действующего законодательства, и она достаточно непростая. Но мы уверенно движемся в этом направлении. Мост Кацебу вновь избавился от граффити, а коммунальщики снова отчитались о затраченной на это водоэмульсионке. Мост, как и другие памятные места Одессы, постоянно атакуют уличные художники. Зачастую их творения неуместны и лишены художественной ценности. Их оперативно стараются закрасить городские службы, но неформалы не сдаются, и каждый раз снова напоминают о себе. Почему справиться с ними не удается и какой стрит-арт нужен в современной Одессе, узнавал мой коллега Юлиан Аксенов. Любое творчество всегда ищет путь для самовыражения. Пожалуй, самый доступный из них – это улица. Уличные музыканты поют и играют для прохожих. Их коллегам-художникам полотна заменяют стены. Зачастую это заброшенные и бесхозные здания, как это происходит на Деволановском спуске – знаковой локацией для одесского стрит-арта. Часто точкой для приложения творческих усилий становятся памятники архитектуры, как, к примеру, мост Кацебу на все том же Деволановском спуске. Сейчас его снова закрасили от граффити. Но вот вопрос – как долго он сохранит этот вид? Граффити уже давно привычный атрибут городских улиц. Это явление кому-то нравится, кому-то абсолютно нет. Оно и понятно – с одной стороны, стрит-арт-художники как татуировщики изобретательно маскируют недостатки городской архитектуры и часто бесплатно. С другой – могут уничтожить красоту исторического наследия. Участники легального стрит-арт-движения говорят, что последнее дело рук неформалов или бомберов. Их рисунки – это вандализм. На мой взгляд, если есть отреставрированный памятник архитектуры, то настоящий Одессит не подойдет, не испортит его. Это раз. Два – это плохо, что памятник архитектуры, в общем-то, портится непонятными какими-то ребятами – вандалами. С другой стороны, есть город, который мог бы все-таки привести в порядок Деволановский спуск и сделать из него красивое, обалденное место для туристов, для Одесситов. Алексей говорит, что, как показывает мировой опыт, ни тематические фестивали, ни выделение городом свободных поверхностей для граффити не решают проблему. Стрит-арт, субкультуру регулировать сложно, да и спонтанные рисунки на стенах часто своего рода протест и против власти, и против общества. Иногда творчество уличных художников становится большой помехой для культурного туризма и обзорных экскурсий. Очень мешает это визуальный мусор, который не дает возможности, во-первых, увидеть во всей красе памятник архитектуры, во-вторых, очень многие туристы хотят оставить фотографии от посещения Одессы. И фотографироваться рядом с непонятно какими росписями тоже никому неприятно, никто этого не хочет. По словам краеведа, Одесса в этой проблеме не одинока. Даже такие европейские столицы, как Берлин и Париж, разрисованы куда больше и упорядочить стрит-арт там тоже не могут. Нередко в городе от неформалов страдают муралы и композиции, созданные их же, так сказать, официальными коллегами. Но авторы испорченных работ не обижаются. Говорят, здесь свои правила. Я понимаю, что то, что я нарисовал на улице, могут прийти там завтра другие ребята что-то на моем рисунке нарисовать. Так практикуются. Здесь вот, если поднять слои красок, тут, наверное, десятки слоев краски и десятки рисунков уже под этими рисунками. То есть, ну, это нормально. То есть, если мы говорим о том, что мы хотим на улице рисовать, то мы должны понимать и осознать, что завтра на нашем рисунке что-то другое могут нарисовать. Мост Кацебу – любимое полотно создателей граффити. Вот так он выглядел еще недавно. А теперь он снова такой. Видимо, ненадолго. В то же время предложений, как эти самые стрит-арт подпольщики, могут помочь городу – масса. В центре города какие-то вот эти же хрущевки или сталинки и предложить им раскрасить их. Ну, естественно, там, задав какую-то тему, допустим, если это центр, исторический центр, то вот в контексте Одессы 19 века, допустим. И если такой диалог наладится, город очень много выиграет от этого. И практически никаких вложений для этого делать не надо. Стрит-арт уже подарил Одессе десятки муралов и композиции разной тематики. Какие-то остались нетронутыми, какие-то атаковали вандалы. Наши собеседники говорят, что, похоже, это надолго. Полноценную борьбу с арт-хулиганами город не потянет. Даже антивандальное покрытие для одесских памятников – слишком дорогая защита. Остается надеяться, что настоящий стрит-арт и его подпольщики смогут мирно разделить между собой городские стены. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Телеканал «Репортер». Больницы Одесской области получили еще 85 автомобилей скорой помощи. Их закупили за средства как областного, так и государственного бюджета. Это новые «Форды» – кареты класса «Б», оснащенные всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Напомню, месяц назад медучреждения региона получили 45 реанимобилей класса «С». По информации руководства области, на данном этапе проблема с комплектацией больниц скорыми решена. Мы завершаем второй этап поставки автомобилей скорой помощи в количестве 85 единиц. Как вы знаете, это автомобили класса «Б», они оснащены всем необходимым оборудованием для проведения первоочередных реанимационных операций для спасения жизни. Очень приятно, что эти автомобили сегодня есть. Мы их будем линейно использовать однозначно, как по нашим районным центрам, город Подольск, конкретно в нашем случае это город Окна, Кодыма и Балта. И по возможности, конечно же, мы будем выезжать в все населенные пункты выше мной перечисленных районов. В Одессе начали устанавливать специальные мусорные баки для утилизации использованных масок, респираторов и перчаток. Организовали проект по трем причинам. Средства индивидуальной защиты нельзя смешивать с бытовым мусором из-за высокого риска заражения. Кроме того, медицинские отходы требуют специальной утилизации. Этим занимаются компании, у которых есть соответствующие лицензии и мощности. К тому же, маски и перчатки состоят из синтетических полимерных материалов. При их сжигании в атмосферу выбрасываются вредные вещества. Медицинские маски, респираторы и перчатки, они валяются повсюду в парках, возле жилых домов и даже на пляже. Коммунальщики попытались решить эту проблему. По городу установили вот такие урны для медицинских отходов. Мы понимаем, что в миллионном городе ежедневно выкидывается очень большое количество масок, которые тоже надо бы утилизировать. Именно поэтому сейчас возле всех домов ЖКС появляются специально выделенные баки под сбор этих масок. Также такие баки будут появляться во всех парках нашего города, ну и в знаковых общественных местах. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова